Так случилось, что человек и динозавры разминулись во времени в исторической плоскости развития нашей планеты. Эти удивительные таинственные животные вымерли задолго до появления людей современного типа, но их останки навсегда впечатаны в геологические отложения Земли страницы научной и художественной литературы, которые дают нам прочувствовать и воссоздать тот мир гигантских существ, которые населяли нашу планету 210 миллионов лет назад. Именно тогда появились зауроподы, четвероногие травоядные ящеры с длинными шеями и хвостами, которые взяли первенство в своих гигантских размерах перед другими динозаврами, о которых я сейчас вам расскажу, но после небольшой информативной рекламы. Ребята, кто-то из вас интересуется анатомией человека или биологией, а может готовиться к экзаменам в школе или универе? Если да, то у меня для вас отличная новость. Канал Сергея Подковальникова как раз о биологии, анатомии и подготовке к экзаменам. Сергей – топовый препод, врач и биолог. У себя на канале ведет рубрику «Анатомичка с разбором органов и скелетов человека и животных». Также у него много обучающих видео по всем разделам биологии, ботаники, паразитологии, генетики, цитологии и эволюции. Если тебе такое интересно, досматривай это видео и подписывайся на канал Сергея. Апатозавр – род гигантских динозавров-завроподов из семейства диплодоцит, живших во времена позднеюрской эпохи. Представлял из себя большого и высокого динозавра с длинной шеей и мясистыми ногами, которые похожи на столбы. У него имеется один когтистый палец на передних лапах, а другие пальцы рудиментарные. У этого динозавра короткая толстая шея, огромное тело и длинный сужающийся хвост. У представителей данного вида довольно маленькая голова, поэтому многие специалисты до сих пор дискутируют о том, сколько могло понадобиться пищи этому виду и как происходит процесс кормления. Ноздри опатозавра расположены на вершине головы, поэтому можно предположить, что он занимался непрерывным питанием, не нарушая процесс дыхания. Существует также теория, что этот динозавр глотал камни, чтобы переваривание было более облегченным, так как его зубы были не способны переживать все необходимые продукты питания. Мозг опатозавра весил всего 400 граммов, хотя этот динозавр является одним из крупнейших среди своих сородичей. Шейные позвонки имели раздвоенный вид и несли отростки с серединным изгибом. Длина шеи составляла около 7 метров. Всего у опатозавра было 15 шейных позвонков, 10 спинных, 5 тазовых и целых 82 хвостовых. Однако даже среди одного вида количество позвонков в хвосте может значительно меняться. При таких данных он мог развивать длину до 26 метров и массу тела до 60 тонн, хоть и большинство найденных образцов были чуть менее крупными. У опатозавра было 10 длинных спинных ребер по обе стороны тела. Благодаря этим характеристикам у этого динозавра глубокая и широкая грудная клетка, которая придает ему массивности и делает его одним из крупнейших динозавров. Если бы и маменчизавр жил в наше время, он мог бы без труда заглянуть в окно на пятом этаже. Однако только шея у этого гигантского динозавра была длиной 15 метров. Шея состояла из 19 позвонков, ни у кого другого известного динозавра столько шейных позвонков никогда не было. Череп был длиной всего 51 сантиметр, так что у маменчизавра была очень маленькая голова для такого огромного тела. Вероятно, что такая непомерно длинная шея давала животному конкурентное преимущество в питании среди прочих длинношейных зауроподов. Маменчизавр при росте 28 метров мог дотягиваться до верхушек крон самых высоких деревьев. Вес громадного существа при этом достигался 45 тонн. Из современных живых существ, пожалуй, только голубой кит может соперничать по весу и длине с вымершим гигантом. Передвигался по суше, маменчизавр при помощи своих четырех толстых ног. Эти конечности имели кряжистую форму, пальцы ног были собраны вместе и образовывали весьма устойчивую стопу. Естественно, что имея большую массу тела, этот растительноядный динозавр был медлительным и неуклюжим животным. Маменчизавр почти все время держал свою голову поднятой и в связи с этим имел очень гордый вид. Этот динозавр по праву считается самым длинным животным юрского периода. Наверное, на его голове требовалось проделать большой путь, когда маменчизавр хотел напиться из озера. К числу самых больших травоядных динозавров специалисты относят пуэртозавра, длина которого по четырем обнаруженным позвонкам достигала от 30 до 40 метров. Он был достаточно крупным динозавром, а как иначе? Больше него могли быть только других два динозавра, о которых я расскажу чуть позже. По высоте пуэртозавр также был в преимуществе. Он имел длинную высокую толстую шею, что видно по одному сохранившемуся шейному позвонку. У динозавра было плотное телосложение, огромное туловище и, возможно, большие легкие, которые перемещали большое количество воздуха. Чтобы выдерживать огромное тело весом в несколько десятков, а то и в сотню тонн, пуэртозавр должен был иметь мощные мускулистые ноги. Огромный размер и плотная шипастая кожа, являющаяся фактическим панцирем, защищала взрослых особей от любых хищников. Отдельным оружием защиты являлся мощный хвост. Кроме того, образ жизни на заболоченных равнинах затруднял нападение хищников на этих динозавров. Молодые особи наверняка подвергались нападению крупных хищников, взрослые же наверняка были в преимуществе перед другими хищными динозаврами, которым было не по зубам одолеть такого зауропода. Суперзавр всегда считался одним из самых крупных динозавров, его длина оценивалась в 34 метра. Однако теперь исследователи полагают, что древний ящер был ещё длиннее и достигал от 39 до 42 метров. Палеонтологи пришли к такому выводу, когда исправили путаницу окаменелостей и проанализировали новые остатки суперзавра, выкопанные с места последнего упокоения длинношей его зверя. Это один из самых длинных динозавров, а возможно и самый, чьи размеры оцениваются на достаточном количестве окаменелостей, поскольку остатки других динозавров фрагментарны и сложно точно оценить их длину. Инследование Кёртиса и его коллег показало, что 150 миллионов лет назад в юрский период суперзавр мог достигать длины в 39 метров от морды до кончика хвоста, что уже сопоставимо с рекордным показателем для всех известных динозавров. Кёртис считает, что взрослый суперзавр точно добирался до отметки в 39 метров и даже мог быть ещё на 3 метра длиннее. Его исследование, которое, правда, пока ещё не опубликовано в ретензируемом журнале, было представлено онлайн 5 ноября на ежегодной конференции Общества палеонтологии позвоночных. Если палеонтологическое сообщество примет работу Кёртиса, суперзавр закрепит за собой звание крупнейшего известного динозавра. Предыдущие оценки длины суперзавра, включая оценку 2008 года, относили его к верхнему эшелону длинных динозавров от 33 до 34 метров, но они были основаны на неполных данных. Судя по расположению одного шейного позвонка длиной почти 1,3 метра, длина суперзавра составляет 39, а то и 42 метра. С момента открытия аргентинозавра палеонтологи спорили о его длине и весе. В некоторых реконструкциях длина этого динозавра оценивалась от 30 до 38 метров от головы до хвоста, а вес от 50 до 80 тонн. В то время как другие менее сдержанные оценки показывали общую длину до 40 метров и колоссальный вес в 110 тонн. Если последние оценки подтвердятся, это сделает аргентинозавра самым большим динозавром за всю историю наблюдений, подтвержденным ископаемыми свидетельствами. Учитывая его гигантский размер, уместно, что аргентинозавр классифицировался как титанозавр – род легкобронированных зауроподов, которые позднее распространились по всем континентам на Земле. Ближайшим родственником этого титанозавра был сальтозавр. Он существовал несколько миллионов лет спустя, и судя по всему, он был намного меньше аргентинозавра. Его вес составлял порядка 10 тонн. В слоях пород с останками аргентинозавра часто находят останки 10-тонного хищника-гигантозавра, что означает, что эти два вида существовали бок о бок в Южной Америке среднего милавого периода. Даже отчаянно голодный гигантозавр в одиночку ни за что не смог бы справиться со взрослым аргентинозавром. Вполне возможно, что эти крупные тероподы охотились стаями, таким образом имея шансы победить больного или старого аргентинозавра, хоть и давалось это им крайне нелегко. Проблема всех открытий и исследований, а соответственно окаменелости большинства динозавров то, что они фрагментарны и сложно точно оценить их длину. Сегодня это аргентинозавр, завтра суперзавр, а через неделю уже другой вид зауропода. Кого ты считаешь самым крупным динозавром? Делись в комментариях своей аргументированной точкой зрения. А сейчас попробуй отгадать, что за детеныш динозавра изображен на экране. Если знаешь вид, пиши в комментариях. С вами был канал Животный Мир, подписывайся и увидимся с тобой ровно через неделю. Пока!